Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли, тили-ли-ли-ли Сегодня хочу начать одну очень большую тему. Это тема психотерапии и эзотерики. Казалось бы, две совершенно противоположные грани. Это несопоставимая вещь. Ни один психотерапевт не является эзотериком. Ни один эзотерик не одевал белый халат и не говорил, что он доктор. Но на самом деле в этой теме кто первый халат одел, тот и доктор. посмотрите как в психотерапию ворвалась эзотерика те же самые метафорические карты подождите это те же самые карты таро переделаны те же самые инструменты гипноз в психотерапии это гипноз а у эзотериков это шаманизмы это разные практики это космоэнергетики это 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 другие названия это же экстрасенсы они придурки а врачи же они образованы и вы знаете кому верить самый главный вопрос кому верить а сегодня никому верить нельзя верь только себе причем себе какому своему мозгокрутству своим программам которые ты скопировал с окружающего мира или себе тому внутри которого ты чувствуешь которую все время задавливаешь игнорируешь так вот именно тому которую ты все время задавливаешь игнорируешь и не хочешь признавать в себе слышать в себе вот этому себе настоящему и надо верить а для этого надо стать искренним и для этого надо взять ответственность за свою жизнь на себя я сейчас включу и буду комментировать один ролик стик тока это евгений гиберт он говорит что он психотерапевт возможно так и есть он очень много материала выдает в эфир по гипнозу и вот этот материал он просто вызвал у меня шок такой шок контента то есть как в психотерапии может уживаться вот этот материал но на самом деле именно так строится лечение в психотерапии и тогда давайте поговорим о сумасшествии а сумасшествии в медицине у нас нет единого целого вот мы не можем сказать что вот я есть я если бы мы были мы да то мы были просветлены а так как у нас много субличности в разных ситуациях мы ведем себя по-разному из-за того что мы скопировали у кого-то нам что-то понравилось ими вся так видео походка понравилась мы так начали ходить улыбка понравилось начал начали так улыбаться и мы вот так вот всю жизнь из субличности там их может быть тысячи да это все вот личность из субличности состоит и мы по сути в терапии что делаем мы находим какой-то травматическую субличность через те же части тела вот допустим частями тела работаем и поэтому у него и голос меняется он же в субличности в той находится он диссоциируется естественно мы находимся но разница в том то что субличность мы переняли да и начали пользоваться а ну вот смотрите о субличностях на самом деле если назвать набор программного обеспечения который мы скопировали с другого человека не осознанно вообще не понимая что мы копируем как правило мы так копируем в детстве когда мы загружаем информацию благодаря копированию это единственный механизм который у нас есть психики формируется эго благодаря копированию наполняется программным обеспечением программа ума благодаря копированию все копирование но в какой-то момент мы взрослеем и мы можем осознанно управлять теми процессами которые идут в нас и мы можем осознанно копировать либо не копировать подражать либо не подражать либо быть самими собой и все что мы называем субличностями это наборы программного обеспечения человека неосознаваемого человека неосознаваемого то есть играть в субличности с человеком вот здесь я исполняю роль начальника это ложь но ты посмотри у тебя начальник вот так себя ведет зачем тебе такая модель поведения и когда ты у человека выводишь на осознание модель поведения то тогда игры в субличности и оправдание субличности там какими-то непонятными процессами в человеке становится глупостью давайте послушаем дальше для чего вступление это сделал а сущность имеет свое сознание она ты хочешь не хочешь она вот и когда в терапии ты разговариваешь что ты хочешь да у него даже голос поменялся но ты его можешь контролировать а сущность и не контролируешь да нет она полностью захватывает и она контролирует и когда ты вступаешь как оператор с ней в связь начинается совсем другое как определить то что именно эта сущность а не какой-то но невроз у человека если ты начинаешь работать именно сущность ты переключила туда внимание вот работаешь с клинком то эта сущность начнет тебе бодрить мозги понимаешь и вот смотрите уже у нас появляется внутри человека сущность и она там будет не одна судя по этому материалу который выложен в интернет то есть у человека есть некое выделенное сознание которое не является самим человеком которые ты не контролируешь и которые контролируют человека представляете какой бред и таких сознаний в человеке не одно конечно человек может выделять сознание на болезнь болезнь может иметь сознание но подождите человек контролирует это все Если человек в разуме, то он осознает, это его сознание, это его болезнь, это его тело, это его жизнь, это его территория ответственности. Что делает в данном случае психотерапевт? Он навязывает человеку установку, что в нем есть некое сознание, которое им управляет. Уже человек может вынести ответственность на это сознание и сказать, это не я убил того, эта сущность во мне убила, это она виновата. Подожди, так она в твоем теле. Ну фигня, это же не я. И уже пошло диссоциативное расстройство на самом деле. Но оно рождено не самим человеком. Ему гипнотерапевт помог сформировать вторичную выгоду в наличии этого сознания, дабы он продолжал не брать ответственность за свою жизнь на себя. То есть сперва мы ему сказали, вот здесь у тебя субличности, поиграем в субличности, в наборы программного обеспечения, потом мы эти субличности наделили сознанием, и потом вот этот букет весь остался в одном теле. Но кто это сделал? Это сделал гипнотерапевт, господа. Это сделал не сам человек. А человеку выгодно принять эту модель лжи от гипнотерапевта. Потому что она оправдывает его полностью шаблоны поведения и говорит, не меняйся, я все за тебя сделаю. Ты только спи, 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 а я буду играть с твоими сущностями, я буду играть с твоими субличностями за твои деньги, а потом я тебе выпишу медпрепараты и продам их подороже на годы. И пускай вообще твое сознание уснет, рассыпется, и ты вообще сдохнешь и уйдешь из этой игры под названием жизнь. Спи, не надо тебе просыпаться. Слушаем дальше. У тебя посыл даже мысленный будет и намеренный. Ты будешь чувствовать то, что она пытается тобой управлять. И самый большой критерий в этом, знаешь какой? Неуверенность. Что ты не сможешь или что это вообще такое. Ну знаешь, любое, что когда ты начинаешь ее затрагивать, она будет вызывать у тебя какую-то неуверенность. Та, которая есть у человека, будет цеплять именно за нее. И вот вы должны в этот момент проявить волю. Потому что в этот момент и контракты как раз случаются, когда, например, может мысль такая прийти. Ну допустим, она говорит, я уйду, а ты что за это? А ты, например, хочешь человеку помочь и соглашаешься. Давай уйди, а я тебе там, ну что-то договорилась, какой-то контракт. И сущность цепляется за оператора. И будет с оператора энергию создать. Сущность, она сознательная. Они имеют уровни. Есть те, которые имеют высокий уровень. Они очень большие. И чтобы выгнать такую сущность, нужно целую церемонию проводить. Когда они контролируют, допустим, жизнь человека. Ну полностью контролируют. Он даже может быть абсолютно нормальный в жизни. И вот смотрите, что говорит человек. Он играет с этой сущностью. Он ее перетягивает в свою жизнь. Говорит, у меня нет другой игры. Я еще поиграю. И я выставлю за это потом счет клиенту. И мы уже приходим вообще к ритуальной магии. Подождите. Уже церемонии надо, чтобы с сущностями проститься. Чтобы их выгнать из тела. Давайте придем к экзорцизму, к церкви, к религии и так далее. Обманщики. Просто набор обманщиков. Вместо того, чтобы включить у человека осознанность и показать. Слышишь, мужик, вот здесь ты ведешь себя как свинья. А ведешь ты себя как свинья, потому что тебе выгодно. Потому что тебе не надо измениться. Тебе не надо брать ответственность. Тебе не надо предпринимать каких-то действий и так далее. Здесь ты ленишься конкретно. Поэтому тебе не мил мир. Поэтому тебе выгодно ввалиться в депрессию и так далее. Это не сущность тебя в депрессию затолкала. Это ты лентяй. Это ты обесценил жизнь. Это ты, это ты, это ты. И в каждом случае будет отдельный набор программного обеспечения, который надо показать человеку и вывести в осознание. И это не долгий путь. Это делается сразу, буквально в один-два сеанса, когда человеку просто говоришь правду. И включаешь мозг. И говоришь, ты вот здесь залгался, чувак. Ты вот здесь заленился. Ты вот здесь выделяешь сознание. Ты вот здесь подавил злость. Ты вот здесь агрессивен и не берешь на себя ответственность. Ты вот здесь... И когда вот такой подход, то у человека нету места субличностям. У человека нету места сущностям. Он понимает, что сущность – это его выделенное сознание на его безответственность. И тогда не нужен вот этот оператор, который будет играть в его игры. И тогда надо будет придумать какую игру? Там, где человек начинает работать и реализовываться. Мы пришли в эту игру двигаться. Сознание не может не двигаться. А это значит движение жизни. Это значит, надо работать, надо проявляться, надо реализовываться. Надо, надо. Вот оно прошло предназначение. Зачем мы пришли сюда? Уже не посидишь на диванчике. Уже не поиграешь в игру. Ой, врач меня спасет. Врач меня вылечит. Нет. Это все человек сам. Это возвращение ответственности человеку. И тогда у человека вместе с ответственностью возвращается благодарность самому себе, что я осознаю эту жизнь, я могу двигаться, я могу проявляться, я могу, потому что я имею. Я имею этот дом, я имею эту жизнь, я имею это тело, я имею, и я благодарен себе за то, что я имею. Представляете, как просто все свернулось в благодарность. благодарность самому себе с возвращением ответственности и совершением действий все гипнотерапия закончилась господа психотерапевты вы такие же получается обманщики как и те же эзотерики и маги которые проводят обряды экзорцизма и так далее и вы уже в свою гипнотерапию тяните обряды а ведь это разрушает психику и это имеет обратные последствия для вас это разрушает ваше сознание это огромная тема для разговора тема мир сошел с ума мир залгался за счет того что убрали ответственность за счет того что убрали благодарность оставили хорошо и плохо и на этих качелях эзотерика плохо врачи хорошо потом врачи плохо эзотерика хорошо бабка шептушка просто прекрасно и качаются на качелях а точки нету нету ответственности нету возвращение бога домой выгнали бога вместе с религией вот она вот она вот она очевидно видите подумайте перед тем как обращаться к психотерапевтам либо к эзотерикам с ритуалами все равно чтобы ваша жизнь изменилась чтобы ваше здоровье вернулось чтобы вы были целостны гармоничны чтобы вы были счастливы чтобы вас была гармония в жизни никто за вас это все не сделает это вам придется измениться и полностью изменить свою жизнь это территория вашей ответственности это ваша субъективная реальность ваша которую вы вынесли из себя и назвали объективной потому что не хотите брать за нее ответственность вот как то так